Доброго дня, коллеги! Меня зовут Оксана Силантьева, я медиатренер, мультимедийный продюсер. И последние лет 15 я занимаюсь тем, что помогаю редакциям, редакторам и журналистам, людям, которые создают контент для массовой коммуникации, переходить от традиционных способов и создания медиапродуктов, и традиционного способа взаимодействия в рамках редакции, переходить на цифровые мультимедийные рельсы, использовать дистанционные технологии и те техники, которые сейчас почти внезапно стали востребованы в контексте нападения коронавируса на человечество. Я хотела бы обозначить какие-то ключевые такие вещи, чтобы помочь тем, кто столкнулся с необходимостью перейти на удаленный формат работы, на дистанционные форматы, тем людям, у которых нет возможности в течение года распланировать этот переход, а кто должен вынужден окунуться во все эти технологии прямо сейчас и желательно без потери качества. Давайте ключевые вещи проговорим. Первое, нужно понимать, что это экстремальная ситуация. То, те решения, которые будет принимать ваша редакция, те инструменты, которые вам придется освоить, это история про поддержать вас в экстремальной ситуации. Это не то, как, по идее, правильно должна быть организована редакция. На это сейчас, к сожалению, времени нет. Все решения, которые вы будете принимать, нужно строить на важной ценности. Вам нужно выпускать медиапродукт, вам нужно не потерять ваше издание, выпуском которого вы занимаетесь, и вам нужно не растерять свою аудиторию, которая является основной ценностью, основным достоянием вашего издания. Поэтому все то, что вы будете делать, все решения, которые будете принимать, согласуйте с вот этими двумя факторами. Первое – это экстрим, непредсказуемость, слабая управляемость, каждый день какие-то внезапные изменения в картине мира вы будете видеть. И второе – это все, что вы делаете, должно быть направлено на поддержание издания, на поддержание сообщества вашей аудитории. Дальше. Нужно взять себя в руки, собрать себя в кучу и включить свое «умею через не хочу». Очень многие технологические изменения, которые мы рекомендовали для редакции, они наталкивались на сопротивление людей, абсолютно понятное, абсолютно объяснимое психологическое сопротивление, что я не хочу, я слишком стар для этого всего, до моей пенсии еще хватит всего того, что я умею, я не хочу осваивать новые навыки, я устал и прочее, прочее. То есть вот сейчас ситуация такая, что если раньше мы в таких ситуациях брали журналиста, обнимали нежно, гладили по голове и говорили, ну молодец, ну ты сможешь, сейчас таких сил и таких ресурсов нет. Сейчас каждый из нас, кто хочет остаться в этой профессии, в этой отрасли, вот в этом сообществе, это время, чтобы сказать, вот я эти там месяц, два месяца проведу через не хочу, напрягусь, постараюсь, сделаю самое-самое лучшее, что я могу. Это проверка на коммуникацию внутри редакции, потому что во всех экстремальных ситуациях все напряжены, у всех очень такой напряженный график, и во всех сферах жизни у людей происходят вот эти непредсказуемые изменения. То есть помимо того, что у нас меняется схема работы, у нас еще меняется то, где находятся наши дети, где находятся наши родители, сколько денег у нас осталось до получки, где покупать туалетную бумагу, если ее уже всю раскупили. То есть вот это все, это нужно понимать, что и у сотрудников редакции, и у вашей аудитории, и в вашей семье, у всех этих людей очень высокий уровень напряжения, и срывы в таких моментах, они, опять же, психологически понятны, объяснимы, но никакой пользы, никакого созидательного начала в этом конфликте нет. Поэтому я бы на вашем месте села редакцией и очень важные вопросы проговорила. Во-первых, проговорила то, что мы все на нервах. Проговорила бы, что наша задача выстоять в экстремальной ситуации, не растерять свою аудиторию, делать наш продукт, который мы любим, наш медиапродукт, который мы любим, и, наверное, договориться на мизинчиках, что мы будем заботиться друг о друге, и желательно гасить вот это раздражение, которое рвется, чтобы быть проявленным. Это все экстрим. Потом, когда это все закончится, либо выйдет на какое-то спокойное течение, после этого мы обязательно, не знаю, напьемся, возьмем биту, пойдем побьем чего-нибудь, от злости кого-нибудь. Но вот сейчас наша задача сохранить спокойствие, сохранить здравый смысл, сохранить вот эти отношения внутри коллектива. Шутки шутками, но вот это внутренняя коммуникация мне кажется даже наиболее значимая. Мы можем сократить количество полос, уж тем более, мы можем сократить количество новостей в ленте новостей на сайте. Вот это вообще все вторично. Но отношения внутри коллектива и взаимодействия, коммуникации это внутренняя, Это та штука, которую не нарастить так просто, как увеличить количество новостей или увеличить количество полос. Поэтому берегите в первую очередь друг друга и старайтесь выводить на спокойное обсуждение любые конфликтные ситуации. Следующий важный момент, который обязательно нужно проговорить внутри редакции и исходя из чего принимать решения. Вам нужно посмотреть трезво на все медиапродукты, которые вы сейчас делаете и оставить то ядро, без которого это не будет ваше издание и без которого вы не сможете выплыть. То есть мы знаем, что как только какие-то свободные деньги появляются, либо какие-то свободные ресурсы, либо чуть более спокойно становятся на окружающей нас поляне, мы обрастаем дополнительными хотелками, спецпроектами, бантиками. А вот давайте еще вот это попробуем, еще вот это попробуем. Сейчас нет времени и нет сил, нет энергии на то, чтобы экспериментировать и делать наобум. Посмотрите на метрику, посмотрите на Google Analytics, какие рубрики, какие типы форматов востребованы у вас на сайте, какие системообразующие разделы у вас есть. И какое минимальное количество контента, которое там существует, достаточно для того, чтобы ваша компания выжила. Учтите, что сейчас, я думаю, что все медиа-менеджеры это понимают, все редакторы это понимают, но для журналистов не всегда это очевидно. Расскажите им про это. Весь этот шторм, который происходит вокруг, вся эта перестройка бизнес-отношений, договоренностей, стратегий и планов приведет к тому, что количество денег на рынке станет ощутимо меньше. Мы и до этого испытывали большие такие сложности с монетизациями и привлечением денег. Сейчас, когда штормит всех, все будут придерживать свои бюджеты для того, чтобы сохранить свои коллективы, сохранить свои продукты, сохранить свои бизнесы. И просто так размещать рекламу, просто так давать нам деньги, потому что, ну, все время давали, такого уже не будет. Поэтому сейчас нет времени и нет сил, нет ресурсов на то, чтобы создавать все, что мы хотели создавать еще позавчера. Посмотрите, вот есть такое упражнение, например, Яндекса, я его обычно рассказываю. Ну вот посмотрите на огромное количество сервисов и разделов, которые вы видите на Яндексе. Какие разделы можно убрать, чтобы Яндекс остался на плаву, да, и чтобы он был Яндексом? Там останется поисковая строка, останется там Директ, останется там Яндекс.Деньги, например. То есть то, что приносит вам деньги, то, что приносит вам трафик, то, что является стержнем вашего бизнеса. Посмотрите так, на свою газету, на свои телепрограммы, на свой эфир, на свои сайты. Если отказаться от всего и оставить 3-4 больших раздела, что будет, собственно, самым значимым, самым важным, самым востребованным? Для этого вам нужно залезть в метрику, для этого вам нужно посмотреть, как действительно люди потребляют ваш контент. Далеко не всегда, и по своему опыту, далеко не всегда то, как редактор видит, как люди пользуются нашим сайтом, не всегда это знание совпадает с реальными цифрами, которые дают нам сервисы статистики. Поэтому если нужна консультация по тому, как интерпретировать статистику, тоже маякуйте, мы с этим тоже сможем вам помочь. Так, люди, сообщество вокруг, продукт, коммуникация внутри, минимальная ценность того, что вы делаете, вот это то, что вам нужно проговорить и о чем нужно договориться до того, как вы будете планировать удаленную работу. Затем, после того, как вы определили, что вы будете производить и с каким ритмом, с какой скоростью вам необходимо обновлять свои медиапродукты, только после этого вы расписываете функционал, кто что должен сделать для того, чтобы этот медиапродукт случился. То есть мы очень быстро на коленке, на салфетке, на ватмане рисуем бизнес-процесс, кто, где, кому, сколько текста должен сдать, потом кому это переходит в полуфабрикат, кто подбирает там картинки, кто пишет заголовки, если у вас не разделены эти задачи. То есть вы рисуете, как оно у вас сейчас происходит. И смотрите, что из этого можно делать на выносном компьютере, да, можно делать дома. И только после того, как вы разобрали продукт, разобрали функционал, кто что делает для создания этого продукта, после этого мы организуем рабочее место дома, на даче, у кого как получается. Потому что если вы сейчас на том массиве задач, которые есть у вас, которые вы делаете внутри редакции, вы возьмете и весь этот багаж потащите к себе домой, надорветесь вы, надорветется ваша семья, и вы, к сожалению, не сделаете даже минимального вот этого своего медиапродукта, и проект завалится. Поэтому изначально до того, как вы выбираете, в каком мессенджере друг с другом общаться, вам нужно договориться о более важных, о более краеугольных таких вещах, связанных с вашим медиапродуктом. Невозможно в одном видео, невозможно даже в одном вебинаре все эти, конечно, вопросы осветить. Поэтому давайте потихонечку, давайте есть этого слона по частям. Сначала нужно выдохнуть. Знаете, да, эти пять стадий принятия горя. Ситуация шока, кто-то в ней находится, кто-то уже ее прошел. Дальше пойдет гнев. То есть вся жизнь так была прекрасно устроена, вроде я так привык уже и все нормально. Правильно, это там стадия гнева, почему это нехорошие вирусы, почему эти нехорошие люди вокруг все мне испортили. Это стадия гнева. Дальше будет стадия торга, когда... А вот если я на две недели запрусь у себя дома, то все же сразу будет хорошо. Это прекрасная стадия торга. Или, например, знаете, такая еще бывает. Ну мы две недели просто передохнем, а потом вернемся к обычной жизни. Нет, к сожалению, такие штуки, такие черные лебеди, которые прилетают, они меняют даже после того, как пандемия закончится. Она меняет взаимоотношения, расписание, схема работы. Вообще, в принципе, понимание, кто нужен для работы, кто не нужен для работы, что нужно делать, что не нужно. То есть это такой период, когда проходит чистка в первую очередь в голове, что мы делаем, зачем мы делаем, какой результат мы получаем. Вот поэтому вот это будет стадия торга, потом будет стадия депрессии, она достаточно болезненная, когда невозможно ничего контролировать. То есть все, что вокруг происходит, вы вроде бы рассчитывали, ваши стандартные сценарии жизни, они были упорядочены, вы очень много сил положили на то, чтобы выстроить свою жизнь так. Но вот в самом непредсказуемый момент что-нибудь рухнет, какую-нибудь границу закроют, какой-нибудь самолет отменят, какой-нибудь спикер, который вам обещал созвониться с вами по скайпу, не смог включить скайп, он не умеет. И будет просто жуть, все усыпется, все валится. И в этот момент просто желание опустить лапы, оно очень-очень сильное. Но надо понимать, что это одна из стадий принятия вот этих вот глобальных изменений. Без нее мы как бы никуда, без прохождения этой стадии мы никуда не денемся. Вопрос, с какой скоростью вы перейдете вот от этого опускания лапок к созидательной деятельности, к спокойному, здравому смыслу и минимальному, продуманному списку действий. Вот, собственно, это и делает людей гибкими и способными выживать в сложных ситуациях. Мир вокруг, то есть дано в задачке, что мир вокруг уже не будет таким, каким мы его знаем. Даже расписание троллейбусов, которое вроде было привычно, оно изменится, оно сейчас может измениться в тот момент, когда я с вами разговариваю. Поэтому наша задача в этом шторме сохранить наш корабль, сохранить нашу команду и сохранить тот курс, куда мы, собственно, идем. Мы делаем хорошие медиапродукты для нашей аудитории и мы этой аудитории нужны. Все остальное – это наше решение, как пройти сквозь этот шторм с минимумом потерь. И вот когда мы проходим через стадию отрицания, стадию гнева, потом торга, потом депрессии, выходим на стадию принятия, вот на этом этапе наша задача уже выстроить спокойную работу. Поддерживайте друг друга, понимайте, что с вами происходит. Мы всячески в силамете постараемся, посодействуем вам различными советами, как сделать технологически, как сделать методически, перенести вашу работу на удаленку, как в этом шторме выставить и не затонуть. Сил вам, оптимизма, удачи и хорошего профессионального взаимодействия есть вокруг много людей, которые готовы помочь. Не бойтесь спросить помощи. Все, до встречи. Спасибо.